Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. А тема нашей сегодняшней программы – обеспечение безопасности на дорогах. В 2030 году в дорожно-транспортных происшествиях не должно погибать более 4-х человек на 100 тысяч населения. Но что для этого необходимо сделать еще и какие основные проблемы в области безопасного дорожного движения на сегодняшний день? Какие задачи стоят перед госавтоинспекцией? Я представляю гостей в студии Сергей Александрович Шутраев, командир батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Самаре, подполковник полиции и Ирина Александровна Тарпанова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Спасибо большое, что откликнулись на мою просьбу. Поговорим сегодня. Последняя неделя была достаточно резонанса в плане дорожно-транспортных происшествий. Но для начала расскажите, пожалуйста, об общей статистике по городу Самаре и в каких районах все-таки наблюдается рост именно дорожно-транспортного травматизма, Сергей Александрович? Согласно анализу аварийности, на территории города Самара по итогу 9 месяцев зарегистрировано у нас 748 ДТП, в которых 35 человек погибло и 917 получили ранения. Если по числу раненых мы стабилизируем обстановку и количество раненых снижается, то по погибшим у нас есть незначительный рост. Рост это наблюдается у нас в трех районах. Значит, это в промышленном, в Кировском, в Октябрьском районах. Основной вид ДТП, значит, это у нас наезд на пешеходах. Это большая часть ДТП, совершенных 317. И на втором месте это, конечно, столкновение. И чуть поменьше, 999 столкновений. Если разобраться, в чем причина, значит, в водителях или в пешеходах, мы видим, что, безусловно, большая часть нарушений, конечно, со стороны водителя. Это более 80%. Остальная часть пешеходов. Разбирая, значит, данные ДТП, где погибли люди, мы видим, что в основном за 9 месяцев, значит, из 35 ДТП 16 пешеходов, да. Причем 14 из них. Это по вине самих пешеходов. То есть перебегали дорогу на красный свет в неположенных местах. Да, тут много причин, значит, во-первых, да, это переход в неположенном месте, переход, значит, на запрещение сигнала стафора, вот, когда водитель не может среагировать, скажем так, на появление пешехода на проезжей части. Тут и, значит, погодные условия влияют также, это дождь, снег и так далее. Поэтому все это приводит, конечно, к печальным последствиям. В результате вот в городе Самары, значит, произошло 35 ДТП, где погибли люди. Ну вот, кстати, ваши коллеги, инспектор ДПС отмечают, когда мы снимаем сюжеты, вместе с вами выходим в рейды, что вот именно сезонность, да, существует. Вот осенне-зимний период, сейчас с утра уже подмораживает, скользкая дорога, туман. Это все те причины, которые могут повлиять на ДТП, но ведь, и водители-то тоже, выезжая ежедневно на маршрут, как и общественный транспорт, так и на личных автомобилях, они ведь тоже учитывают все эти ситуации. Ведь верно, Ирина Александровна, вы со мной согласны? Ну, конечно, они учитывают, что касается и водителей, и пешеходов, да, сейчас все-таки темное время суток наступает, у нас достаточно быстро, да, уже начиная к шести часам у нас уже темно. Поэтому мы проводим сейчас акцию «Засветись», которая у нас проходит во всех школах, и на профилактических мероприятиях рассказываем детям, как правильно пользоваться световозвращающими элементами. Также проводим краш-курсы для автопредприятий, каких-то просто предприятий, где тоже рассказываем о световозвращающих элементах и учим участников дорожного движения, пешеходов, всегда ими пользоваться. Потому что в темное время суток не всегда видно на дороге пешехода, если одет световозвращающий элемент, и пешеходу удобнее, и водителю спокойнее, потому что он может увидеть заранее пешехода, переходящего в проезжую часть, и, естественно, предпринять какие-то действия, чтобы не допустить на него наезд. Вот, кстати, по поводу рейдов, а вы их проводите периодически, и рейды разного характера, и мы на них подробнее остановимся, но если вы сейчас заговорили о школах, то скажите, как вас принимают дети, слушают ли они вас внимательно, задают ли они вам вопросы? И вот вы, когда просто идете по улице, как обычный прохожий, вы видите вот те элементы возвращающие, которые вы раздавали детям, ну, буквально, может быть, неделю назад? Когда мы приходим в школу, конечно, дети всегда воспринимают нас, ну, честно сказать, с восторгом, потому что приходит человек в форме, это для них достаточно необычно, хотя в школы инспекторы посещают у нас ежемесячно проводить профилактические мероприятия, ну, конечно, услышать о правилах дорожного движения из УЗ-специалист намного интереснее, чем вот преподаватель, который слушаешь каждый день, поэтому занятия проходят интересно, дети слушают намного внимательнее, и когда в конце им раздаешь, естественно, световозвращающие элементы, ну, там, к счастью, нет конца, но, к сожалению, не всегда я вижу световозвращающие элементы, на взрослых практически мы не видим вообще, ну, это единственное, что они, если вшиты в одежду, да, или где-то нанесены на кроссовки, на обувь, на детях чаще, но, опять же, хотелось бы, конечно, чтобы на каждом ребенке вот в такой осенне-зимний период присутствовал световозвращающий элемент. Ну что же, мы побывали с вами в одном из таких мероприятий, в одной из самарских школ, и посмотрели, Ирина Александровна, как вы проводите эти рейды, давайте вместе посмотрим сюжет. С наступлением осени световой день все короче, и детям чаще приходится возвращаться из кружков и секций затемно. Чтобы они были заметнее на дорогах, на одежду нужно закрепить световозвращающие элементы. В школе номер 63 прошла акция «Засветись, будь заметен на дороге». Ее цель – призвать пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде и на рюкзаках в качестве маячков безопасности. Они действительно помогают, это световозвращающие элементы позволяют водителю увидеть пешехода, в том числе и несовершенновременно, заблаговременно. Где-то, если в светлых тонах на одежде это 150-100 метров, то со световозвращающими элементами до 300 метров. То есть это помогает водителю заранее увидеть пешехода и снизить скорость. Акцию провели сотрудники госавтоинспекции Самары. Активное участие в ее подготовке приняли общественники. Они раздали школьникам световозвращающие элементы и призвали активно ими пользоваться. Инспекторы рассказали, для чего и как необходимо носить такие маячки. Школьники внимательно слушали сотрудников ГИБДД. Ежемесячно, будем так говорить, ходят к нам сотрудники, проводят с ребятами беседы. И вот то, что сегодня детям раздают светоотражающие элементы, это очень хорошо, потому что вот именно, наверное, нам как раз этого не хватало. Дети ведь очень довольны и счастливы, что вот такое у нас прошло. Статистика утверждает, что очень часто дорожно-транспортные происшествия провоцируют дети, которые бегают вблизи дорог или переходят улицу в неположенных местах. А приводит к этому элементарное незнание правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Сергей Александрович, у меня к вам вопрос. А какие последние резонансные ДТП в Самаре стоит отметить, ну вот, за последнюю неделю-две? Значит, на днях произошло ДТП на пересечении улицы Новосадовой Советской Армии, где молодой человек переходил проезжую часть в неположенном месте, и на него водителем был совершен наезд. В результате этого наезда водитель пешеход скачался на месте. Вот, значит, выезжает следственная оперативная группа, будет проводиться расследование по этому делу, и причины, способствующие данному ДТП, будут, конечно, устанавливаться уже следователем в ходе проведения своего расследования. Это одно из последних ДТП, где, скажем так, погибли люди у нас. Также ДТП было у нас на территории Красногринского района, значит, где водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на 8 припаркованных транспортных средств. Это вы сейчас говорите про Кошлев? Про Кошлев, да. Значит, в результате ДТП было привлеждено 9 транспортных средств, из них 5 легковых, 3 грузовых и, соответственно, автобус, и плюс один пассажир автобуса обратился в больницу. На водителя также были составлены административные материалы. В ходе проведения административного расследования, значит, по статье 92.4 будет вынесено также решение степени тяжести вреда здоровью. По результатам, значит, будет принято процессуальное решение. Ну и результатов сейчас, конечно, нет, потому что, как вы сказали, уже, вернее, еще проводится расследование, да? Да, расследование будет проводиться, пока проводится, и по результатам уже будет принято решение. Ну и уже тогда озвучено. Ну хорошо, вот скажите, пожалуйста, а в основном какие причины влекут за собой вот такие серьезные резонансные ДТП, где погибают люди, где страдает имущество граждан? Елена Александровна. Ну да, наверное, это больше к пропаганде относится дорожного движения. Ну, во-первых, это переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, кстати, такое ДТП у нас произошло с ребенком в этом году, это наш, надеюсь, единственный трагический случай, когда мальчик на загородном парке допустил переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, в результате чего был совершен на него наезд, и мальчик погиб на месте. На втором месте это переход проезжей части в неустановленном месте, да, или пешеходы не доходят до пешеходного перехода, или переходят в тех местах, где переходить запрещено. Также это для детей, ну, в принципе, и для взрослых, это передвижение по проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Это тоже очень частые дорожно-транспортные происшествия, которые по детям нам дали рост. Достаточно большой в этом году. Как мы не учим, не ходим в парки, не разговариваем с велосипедистами, но у нас все равно они разрешают себе переезжать на велосипеде и на самокатах по пешеходному переходу. Вот, кстати, давайте-ка вспомним, ведь мы тоже ходили с вами на одно из мероприятий, где разговаривали с велосипедистами и спрашивали, почему они, не спешившись, переходят как раз в проезжую часть, да. Достаточно интересный сюжет, давайте вместе его посмотрим и вспомним, как это было летом. Согласно правилам дорожного движения, велосипедист является полноценным участником дорожного движения. Перед поездкой владельцы двуколесного транспорта, так же, как и автомобилисты, должны проверять транспортное средство на предмет исправности. С начала года на территории города Самара зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов, в которых 2 велосипедиста погибли и 30 получили ранения. В связи с этим мы практически еженедельно проводим рейды, в ходе которых проводим профилактические беседы. Основное нарушение, которое допускают велосипедисты, это переезд в проезжей части, не спешившись. На зебре любой велосипедист обязан стать пешеходом. И надо заметить, самарцы правила знают, но все равно нарушают. Почему при переезде вы не спешившись? Не знаю. Я задумался. Больше такого не повторится. Подобные правила распространяются и на владельцев самокатов. К примеру, этот человек, увидев сотрудников ДПС, останавливается и переходит дорогу сам, без эксплуатации транспортного средства. Но ему все равно устраивают небольшой экзамен. Спешился на пешеходном переходе, ну как и положено. Всегда ли правила соблюдаете? Конечно. Почему? Ну, потому что и сам водитель автомобиля. Поэтому знаю, и дети маленькие у меня есть. Ну, поэтому знаю, что правила нужно соблюдать для своей же безопасности и для других. В ходе бесед сотрудники госавтоинспекции напомнили велосипедистам и владельцам самокатов о необходимости использования защитных средств, шлемов и наколейников в избежении травм в случае падения. Рассказали и о правилах передвижения на внутридворовых территориях и парках, а также о том, как правильно перевозить пассажиров и какие последствия ждут нарушителей ПДД. Дай бог, если это все обойдется испугом из-за хорошей реакции водителя, ну, а самое финальное – это, к сожалению, печальный сход, где уже с человеком можно попрощаться. К сожалению, такие случаи были. И вот хотелось бы, чтобы именно соблюдение правилового движения, задумались лишний раз о своей же безопасности. Сотрудники полиции и общественники отмечают, что проведение подобных акций поможет снизить аварийность на дорогах Самары, а также напомнить пешеходам и велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения. Следующий вопрос. Также очень часто происходят аварии, дорожно-транспортные происшествия с участием такси и каршеринга. Какие профилактические мероприятия происходят на территории города? И все-таки есть ли уменьшение аварийности вот именно с этим видом транспорта, Сергей Александрович? Да, мы такие рейдовые мероприятия проводим постоянно. И в этих рейдовых мероприятиях мы выявляем водителей каршеринга нарушающие правила дорожного движения, потому что мы понимаем, что они самостоятельно берут транспортные средства и управляют им. При этом многие из них водители, которые только получили водительское удостоверение. И при этом опыта в вождении очень мало, скажем так. Также есть водители, выявляются в ходе этих рейдовых мероприятий, те, которые, скажем так, совершают уже уголовную ответственность. Это статья 166 Уголовного кодекса, где водитель заведомо знает, что он данным транспортным средством управлять не может, при этом завладевает им и, значит, продолжает управлять. Сотрудниками дорожной патрульной службы данные водители выявляются и привлекаются к ответственности. Ну и про такси, наверное, давайте обязательно тоже обозначим. Очень часто на территории нашего города проходят и такие рейды. Вот все-таки таксисты. Какие основные нарушения у этой категории водителей? Ну, проще говоря, вот кто нас водит? Добросовестные таксисты или все-таки нет, Ирина Александровна? Это больше вопрос Сергея Александровича. Да, Сергея Александровича, да. Ответьте. Ну, в основном добросовестные таксисты. Скажем так, количество водителей, которые привлекаются к административной ответственности в качестве водителей, да, их, конечно, сокращается. Все-таки профилактические мероприятия, они дают о себе знать. Вот, и водители понимают, что управлять транспрессом, скажем так, не пристегнутым ременом безопасности, либо перевозка детей без детского удерживающего устройства, да, это влечет ответственность. Не только ответственность, но и могут быть тяжкие последствия, да. Мы же понимаем, что переводя ребенка без детского удерживающего устройства, какие могут быть последствия при этом. Поэтому, значит, профилактируем данный вид водителей и объясняем, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Мы также побывали с сотрудниками госавтоинспекции на этом рейде, и я предлагаю вашему вниманию сюжет. Рано утром на улице Литвинова в Самаре сотрудники ГИБДД останавливали таксистов, чтобы проверить документы водителей. Как объясняют инспекторы, у каждого из них, помимо прав, должны быть при себе документы о прохождении медосвидетельствования, маршрутные и путевые листы, лицензии на машину, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Есть у нас водители такси, которые страхуют автомобиль просто, как обычная гражданская ответственность, не как категория такси. Естественно, если случится, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, то, естественно, пострадавший никаких выплат получать не будет. Естественно, водитель понесет наказание совершенно другое. Также технические неисправности смотрим обязательно. По мере возможности выявляем все категории нарушений, которые могут быть выявлены на месте. Взмах жезла и вот первый нарушитель. У этого гражданина Таджикистана лицензии на право перевозок пассажиров есть, но только по Москве. А путевой лист и вовсе отсутствует. Налицо сразу несколько нарушений. Но, как показали итоги рейда, большинство таксистов, которых сегодня остановили сотрудники ГИБДД, ответственно относятся к своей работе. Сергей Жданов трудится в такси более трех лет, признается, когда документы в порядке, и работать спокойнее и проще. Очень много ДТП из-за такси. А потом в итоге, когда нет документации, это в итоге получается и ущерб машинам, и ущерб здоровью пассажирам, ну и, соответственно, и своему здоровью. Это очень печально на самом деле. Поэтому у меня все хорошо. Сотрудники госавтоинспекции просят жителей Самары быть бдительными и не садиться в такси, водитель которого не имеет разрешения на перевозку пассажиров, чтобы не подвергать своей жизни и здоровью риску. Какая профилактическая работа проводится с сотрудниками ГИБДД, с участием несовершеннолетних Ирины Александровны? Про школу мы уже поговорили. И какова статистика, наверное, да, вот и профилактическая работа с детьми, которая тоже ведется круглогодично буквально? Ну, у нас за 9 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 117 человек, вот в результате одного ДТП у нас мальчик погиб. Естественно, у нас профилактическая работа начинается с детских садов, да, где мы в игровой форме рассказываем основные правила дорожного движения, чтобы дети лучше поняли. Привлекаем для этого сотрудников полка ДПС, которые приезжают с патрульным транспортом. То есть у нас сначала идет теория, где мы рассказываем, и потом как бы развлекательный момент. Мы приглашаем детей посмотреть на патрульный транспорт, где сотрудник полка рассказывает какие-то определенные моменты, да, особенности этого транспорта, разрешает посидеть, опять же, в патрульном транспорте, включать мигалки, сирену. Это детям очень интересно. Естественно, они запоминают нашу беседу намного лучше и ярче. И затем уже в школе проходят профилактические беседы, как я уже говорила, да, ежемесячно. То есть за год у нас инспектор, закрепленный за образовательным учреждением, проходит все параллели. И, естественно, в каждом классе на своем уровне объясняет правила дорожного движения. И в настоящий момент у нас сейчас проводятся мероприятия и в колледжах, и в институтах. Тем самым мы, проводя там краш-курсы, профилактируем уже будущих водителей. То есть мы объясняем основные нарушения, которые не нужно делать. Показываем видеоролики дорожно-транспортных происшествий, чем, естественно, уже определяем их мировоззрение на будущее вождение. Вот, кстати, профилактическая работа, я так полагаю, ведется, начиная от детского сада. А в детские сады, я знаю, вы тоже ходите. То есть начальная школа, колледжи, институты. Можно так сказать, выращиваете просто и будущих водителей, и прилежных пешеходов. Стараемся. Стараемся. Как складывается ситуация с водителями, севшими за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Какие меры профилактики также проводятся? Ну и расскажите, пожалуйста, все-таки, как выявляются такие нарушители, такие водители? Ну, наверное, ничего не изменилось, все по-прежнему. У нас остаются все-таки ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. Пока мы в городе Самары с данными участниками дорожного движения никак побороться не можем. Но, тем не менее, значит, мы постоянно проводим данные приятия, значит, согласно анализу аварийности, да. Помимо этого, мы привлекаем сотрудников штабных, те, которые находятся в кабинетах, да, чтобы увеличить плотность снаряда. Да, значит, тем самым мы стараемся на территории города максимально задействовать личный состав, значит, для выявления водителей, которые управляют транспортным в состоянии опьянения. Значит, также, согласно анализу, привлекаем. И, значит, в местах массового скопления граждан, да. Ну, скажем так, это наше заведение, в основном, в центре города, на улице Куйбышева, там, на Молодогвардейской, там, где родители... Ну, много клубов, ресторанов, да, то есть скопления. Да, много клубов, ресторанов, там, где могут присесть они в свой автомобиль и, скажем так, продолжить движение дальше, там, в сторону дома, либо еще в какие-то... Ну, вот, кстати, такие рейды проводятся, как правило, в темное время суток. Это правомочно? Да. В основном мы и проводим в темное время суток, потому что, как правило, днем граждан находятся либо на работах, либо еще каких-то по своим делам. А в вечернее время садятся за стол и употребляют напитки. Но мы видим и, согласно анализа аварийности, что в основном они проходят в ночное время. В ночное время. В ночное время, да. Поэтому мы стараемся свое внимание уделить именно в это время суток. Если у сотрудника ГИБДД подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии, а водитель на месте отказывается проходить освидетельствование. Вот какие дальнейшие действия у сотрудников ГИБДД? Он направляется, ему предлагается пройти на месте. Если он отказывается, значит, составляется административный материал, отстраняется водитель от управления транспортом, машина помещается на штрафстоянку, и в отношении водителя составляется административный материал. Спасибо. Вот такой еще хочу вопрос вам задать. Оформление ДТП по Европротоколу. Расскажите, пожалуйста, алгоритм действий для водителей. Значит, согласно пункту 261, правил дорожного движения, если результат ДТП вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить проезжую часть. При этом, значит, он фиксирует на фото или виде фиксации место расположения транспортных средств по отношению друг к другу. И, значит, фиксирует те повреждения, которые были в результате ДТП. Значит, в этом случае водитель не обязан сообщать о случившуюся полицию, да. Но он обязан заполнить документы. Это извещение о ДТП. Так называемый Европротокол. Он имеется при каждом страховом полисе, значит, заполняется он с двух сторон. С одной стороны одним участником, с другой стороны другим участником. В принципе, там все понятно. Заполняется дата, время, фамилия участников и схема только описанного направления движения и улицы. Все. В принципе, подписывается двумя участниками и водители обращаются в свою страховую компанию. Но Европротокол... Что сделать нужно обязательно? Не обязательно обращаться в полицию, а вот в страховую нужно позвонить обязательно. И записать, соответственно, осмотр, да? Да, правильно. Европротокол, он может заполняться не всегда, да, при определенных условиях. Это, во-первых, должно быть не более двух участников ДТП. Значит, отсутствует вред, никому не причинен. Наличие у обоих участников страховых полисов. И, соответственно, нет разногласий. Если один из этих пунктов какой-то не выполняется, значит, водители не могут его заполнить, не могут составить европротокол, и они обязаны вызвать сотрудников полиции, которые на месте уже сфиксируют факт ДТП и в дальнейшем приступят к их оформлению. Можете ответить на такой вопрос? Вот если не подходит европротокол под определенное ДТП и вызывают сотрудников полиции, чем какого времени они должны приехать? В данное время нигде не регламентировано, да. Но, значит, при обращении водителя в полицию, да, на место ДТП направляются в ближайший наряд ДТП, ближайший наряд ДПС, да, который оформляет ДТП и, значит, принимает меры к регулированию дорожной обстановки в городе. А у нас как раз есть сюжет на эту тему, я предлагаю его посмотреть. При ДТП с вызовом полиции на оформление аварии уходит, как правило, несколько часов. Но можно уложиться за 15 минут и не ездить за справками по инстанциям. Для этого достаточно оформить аварию по европротоколу без вызова полиции. Водители на месте самостоятельно заполняют извещение о ДТП и спокойно разъезжаются. Подобная практика давно и успешно применяется за рубежом. Отсюда и название. Но такой протокол можно составить только в нескольких случаях. Если ущерб, по их оценкам, не превышает 100 тысяч рублей, если они оба согласны с виновником, кто, то есть виновник они сами определили, а сайта не вызывает у них никакие сомнения, они в этом случае могут составить так называемый европротокол и обратиться в страховую компанию. Если при ДТП не причинен никакой материальный ущерб третьим лицам, то есть либо дорожно-транспортной инфраструктуре, так называемые дорожные знаки, светофоры, бордюры, в этом случае также составляется европротокол. Здесь ситуация классическая. Водитель Приоры врезался в Датсун, который остановился на переходе, чтобы пропустить пешехода. Я ехал на день рождения, очень сильно торопился. Перед пешеходным переходом остановился пропустить пешехода и почувствовал толчок. Так как я очень тороплюсь, такая ситуация, мы просто решили не вызывать инспекторов ДПС и оформить европротокол. Потому что это очень быстро, удобно. И советую всем пользоваться этими услугами. Повреждений практически нет. Небольшая царапина на заднем бампере. Второй водитель от своей вины не отказывается. Ехал по дороге, спереди водитель на Датсу не притормозил, и я не заметил. Он притормозил перед пешеходным переходом. Я притерся бампером в его бампер. Есть небольшие потертости, сотрудников ДПС не будем вызывать, потому что это займет много времени. Оформим европротокол, он у меня есть с собой. И разойдемся. В протоколе указали виновника аварии. Оба водителя поставили свои подписи. Именно по этим пунктам страховые компании ориентируются, кто и кому должен возместить ущерб. Также молодые люди сфотографировали место аварии и повреждения автомобиля на камеру телефона. Документы по европротоколу нужно подавать в страховую компанию, где был куплен полис ОСАГО, что и сделал водитель Приоры. В итоге экономия времени налицо. Конечно же, хочется пожелать и родителям, и детям быть внимательными на дороге, не подвергать свою жизнь риску, неоправданному порой риску. Поэтому какие несколько правил стоит иметь в виду детям, прежде всего подросткам, чтобы ни в коем случае не попасть в ДТП? Ну, конечно, первоначально хочется обратиться к родителям. Даже если ребенок гуляет во дворе, это не говорит о том, что он находится в полной безопасности. Проговорите с ребенком, как правильно вести себя во дворе, на что обращать внимание. Возможно, ребенок куда-то дойдет, там, до магазина. Опять же, вы должны поговорить, как правильно он должен перейти, где он должен на пешеходном переходе посмотреть по сторонам. И, естественно, это контроль пребывания ребенка. То есть родители всегда должны знать, где в настоящий момент находится их ребенок. Очень много дорожно-транспортных происшествий у нас произошло в этом году во дворе. Ребенок просто гулял, выбежал из-за кустов, выбежал на тротуар, случилось дорожно-транспортное происшествие. Все, мама, папа узнали, находятся дома. Естественно, вот эта вот какая-то определенная бесконтрольность приводит к дорожно-транспортным происшествиям, чего нам не нужно, не нужно и родителям. Мы боремся за безопасное движение наших детей на дорогах. Поэтому обращайте внимание своих детей, следите за ними, любите их, и все у нас будет хорошо. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова